Пробили первый удар и второй в области солнечного сплетения правой рукой. После этого удара преимущественно или продолжение пойдет у вас левый снизу или левый сбоку в голову, либо защитные действия, рог в правую сторону, выход с линии удара. Всем привет, мы на канале Тренер, меня зовут Саботин Сергей, я тренер по боксу. Сегодня мы разберем наиболее эффективные удары по туловищу, куда бить, чтобы нокаутировать противника. Я покажу, куда вообще можно пробить, чтобы нокаутировать. Или, допустим, просто пробить так жестко, чтобы противник замедлить свои действия. Значит, у нас на корпусе находится под сердце удар, точка, удар солнечного сплетения и удар область печени под нижним ребром правым находится. То есть, если провести вот так вот, грубо говоря, прямую линию наискосок с левой стороны вправо и вниз, то есть вот эта зона самая опасная для попадания для противника. Чтобы, допустим, пробить в область передней части корпуса, допустим, в область под сердце, вам можно пробить как левый прямой встречный на опережение, так и правый прямой встречный на опережение. Но в данном случае можно пробить еще мощнее удар правый боковой в корпус, также под левой прямой. То есть, первый номер, допустим, наносит левый прямой, а второй номер с уходом в левую сторону, с вращением таза спины наносит боковой удар. Вот здесь удар получится гораздо жестче, потому что задействуется еще поворот корпуса и разворот спины. То есть, гораздо мощнее, чем даже прямой удар. Получается, в динамике удар гораздо мощнее. Вот это движение. Пам! С уходом. Здесь, после этого удара, преимущественно, или продолжение пойдет у вас левый снизу, или левый сбоку в голову, либо защитные действия, нырок в правую сторону, выход с линии удара. То есть, вы на атаку пробиваете удар, по такой, бам, и выход. Но, в принципе, после этого удара, в принципе, еще раз по такой, будет смысл уже продолжать сразу перевод в удар. Можно на голову, если напарник готов к удару в голову, можно продолжить ударом в печень левой рукой. То есть, когда вы наносите удар раз, напарник приподнимает руку, готовится уже к защите головы. И вы с выходом уже пробиваете в область печени, под нижнее ребро правое. Тоже очень плотный, жесткий удар. И область солнечного сплетения. Тоже преимущественно можно пробить его через уклон. Можно в левую сторону, также от передней руки пробить удар снизу. Вот таким положением ставим кулак. Можно и так пробить, но вот это положение кулака более физиологичное. То есть, и более удобное. То есть, получается, вернулись и на развороте уже удар производится вперед. То есть, не вот таким движением, а движение, как бы, я называю поршневое, как поршень рука работает, с введением плеча вперед. То есть, длинный удар в область корпуса. Солнечное сплетение между грудей, получается, нижней части. И удар под нижнее правое ребро. Удар можно проводить и боковой удар, но удар снизу, я считаю, вперед. Он получается более жесткий, более акцентированный. Если вы попадаете на вдохе противнику, не на выдохе, тогда получается еще мощнее этот удар. Противник, допустим, атакует уже не левой прямой, а правой прямой. Вы с уходом в левую сторону. Можно остаться на левой ноге, на развороте пробить, с толчка левой ноги движение, как бы, вверх идет. То есть, пробиваете в эту часть. Либо на подшаге, удар, на подшаге правой ногой. То есть, пробиваете уже вес тела на правую ногу. Подшагиваете. То есть, не вышагиваете вперед. Не уклон и шаг потом на противнику, вот сюда. А именно подшаг, получается. Подшаг. Вес тела можно как между ног оставить, так и на правую ногу перенести для более мощного движения, для более мощного перемещения центра тяжести. Можно и на левой ноге остаться. То есть, пробили раз. Можно даже в область солнечного сплетения здесь пробить еще второй удар. То есть, пробили первый удар и второй в область солнечного сплетения правой рукой. И потом закончить ударом, переводом на голову. То есть, в принципе, удары в корпус они очень чувствительные И в первых раундах, особенно профессионалы, когда работают Первый-вторый раунд стараются именно бить по корпусу Как, допустим, Сергей Ковалев Чтобы сбить дыхание противнику и чтобы замедлить его На следующем уроке мы наиболее подробно разберем удары по туловищу И какие комбинации наиболее эффективны Именно с ударом по корпусу с переводом на голову А на сегодня все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok